Причин-то, может быть, немало, бывают чисто внешние причины, поскольку мы часто очень привязаны к ним, и эти образы, образы, они у нас же во сне всё перемешивается же, и поэтому и они могут представлять в различных ситуациях там. Это может быть, но может быть, конечно, и другое. Иногда, может быть, редко, но иногда настойчиво кто-то снится, и тогда говорят, что этот человек действительно просит молитв. Каких молитв? Вот каких молитв? Оказывается, молитв просят не только о нём, а о себе. Дело-то в чём? Почему мы обращаемся к святым? Потому что их молитва действенная. А как сделать, чтобы моя молитва была действенна? Значит, я должен хоть чуть-чуть очистить стекло своей души, чтобы пропустить солнышко Божие для этого болящего. Молитвы-то наши только действенны в той степени, в какой мы очищаемся. Поэтому очень возможно, что наши те усопшие, может быть, по воле Божией, действительно часто предстают в нашем образе с тем, чтобы понудить нас к крестьянской жизни и помолиться и о них. Не только о них только. Но, к сожалению, что мы делаем? Мы поступаем иначе. Берём лист бумаги и пишем там всех, и даём батюшке помолись. А я пошёл на рынок. Ну, что это такое? Молитву подменяем поминовением, вычитыванием имён. Ну, разве так можно? А оказывается, если человек сам не постарается молиться, сам не будет каяться в своих грехах, то есть не будет очищаться, то нечего надеяться, что кто-то помолится. Если я не молюсь за своих, то кто же чужой человек будет за них молиться? Ну, назовёт имя, а молитва где? Мы всё перепутали, вы знаете, просто в какое-то язычество скатываемся. Буквально в язычество. Я однажды стою, там, смотрю, евхаристический канон, тебе поем, он стоит, бубнит имена. Я кончил, я говорю, ну что же вы делаете? Ответ – мне благословили читать. Вы слышите? Вычитывать имена. Кому? Господь Бог не знает, конечно. Имена вычитывать. Вы подумайте. Я могу молиться за тех, какого я знаю, где у меня возникает прям связь, ассоциации с этими людьми, за кого-то меня попросили. А это что такое? Подносят? Нет. Видишь, и вычитывать имена. Кому? Где здесь молитва? Скажите. Вот как можно, как можно деградировать. И это вошло в практику вычитывания имён. Я говорю иногда на заводшем секторе, говорю, в эту корзину, вон, поминовение, когда происходит, вынести нам вон и скажите, вот видите, сколько их у вас? Полная корзина, записок. Так? Я вас призываю, давайте сейчас все молитесь о тех, кого вы подали, написали. Я буду молиться о всех тех, не имена читать, о всех тех, кого вы подали. Давайте сейчас помолимся вот эти две-три минуты. Будет молитва. Вы слышите? Все будут молиться. А здесь что происходит? Это доходит просто до комизма. Доходит даже. Слушают моё имя, когда произнесут. Прямо язычество же это настоящее. вместо молитвы. Вот в чём дело. Поэтому, когда вы говорите «снятся умершие родственники», да, по воле Божией, может быть, да, они, Господь, не они, а через них, призывает нас к тому, чтобы мы учились молиться за себя и за них. «снятся умершие родственники» «снятся умершие родственники» и за них как бы это не только «снятся умершие родственники» «снятся умершие родственники»